Украина я трогаю только по садоводству Приветствую Валерий Константинович Я садовод Валерий из Украины Выращиваю корнесобственный хасанский персик Подскажите пожалуйста на сколько процентов передаются материнские качества И возможно переопыление Если в саду еще разных сортов 20 Благодарю за ответ Но садовод Валерий Александрович вы уже знаете Я даже удивился Я думал что мне учиться у него надо У него 20 сортов У меня 2 Вот И тем не менее вопрос был задан мне Кстати меня учителем называет Валерий Александрович Для меня это большая честь Вот такой авторитет считает меня учителем Итак Как мне отвечать Я думал вначале Не прочитать ли вам нудную противную лекцию Про пестик Про точинки Ребята у меня осталось говорить полчаса Че хочу то говорю Когда учительница Примерно в шестом классе Примерно Говорила Вот вам Вот примерно такая фотография была Или там рисунок Ну не было тогда еще этих досок Как это называется Демонстрационных этих экранов Вот Но тем не менее Чего-то она рисовала На школьной доске Мелом Вот это Песики Вот это тычинка Господи Все Вот так вот Вот вы поверите Что творилось У нас В классе Это девочкам лет 11-12 Да Мальчикам лет 11-12 Девочки Зажимали Вот так Я не привлечу Честное слово Тоже Богом клянусь Хотя меня ругать будут Мои друзья Священники Вот так сидят Пунцовая От стыда От слова Песик и тычинка Пунцовая А на задних партах Мальчики Хи-хи-хи Ха-ха-ха-ха Как будто Речь шла о чем-то Настолько неприличном Но Это было Но то, что люди Выросли И прекрасно знают Уже Как садоводы Что такое Песики и тычинка Извините Не дано Вы изобрели Экзамен сдали Забыли Все И ни хрена Никто сейчас Должен посетить в вузов Толком не знают Вот А я сейчас Духа должен Я садовод-любитель Должен сейчас Моему другу У которого Этих Сад Садища огромные Песиковые Больше 20 садов Вот Я его должен Теперь сказать Насколько процентов Передается Материнское качество И возможно Переопыление Вот Ну Валера Спасибо За вопрос А я же привык Они всегда отвечают Вот смотрите Ну вы персик от тычинки Отличаете Нет Кстати тут красить По-моему нечего Вот Вот они торчат Тычинки Вот они персики Расстояние от персика До тычинки Составляет Миллиметр А соседний Персик Находится Допустим Метрах Трех-четырех Получается Что Шансов На перепыление Крайне мало Казалось бы Сейчас поймете К чему я говорю Я люблю Немножко Туману Нагнать Дело в том Что Я всегда Удивлялся Как это Случается Когда Нет пчел А урожай есть Вот И такое тоже Завязи есть Вот И раз Я удивлялся Когда Две волны Цветения То есть Цветет Цветет Цветает Отцветает Завязи нет А она продолжает Свести А потом Все таки Завязи появляется Тогда А я Чешу Репу Ставил Возь Я таки Деревую Думаю Ё-моё А что мне в голову Морочит Что нет опыления Потому что Генетически Не положено И я думаю Как же так Почему По генетике Родное дерево Не может Опылить Тычинка Пестик И у неё Начинает съезжать Крыша Этого не должно быть Что делал Мичурин Извините За долгий разговор Что делал Мичурин Когда Невозможно Два разных вида Как их скрестить Ну не принимает Этот самый Вишня Чаремуху Ну не принимает Хоть и плачь Тогда берём Вишню Вдедряем Эти самые Веточки Черёмухи Назовём это Улучшение Просыщение Ментора И она остаётся Черёмуха Но чуть-чуть Уже не Черёмуха С виду Черёмуха Несколько Попыток О чудо Взяла И опылила Так Это понятно Разные виды А самое Родное дерево Почему себя Опылить То не может И вот как раз Перший Отличается От большинства Деревья Помните Пустые Груши Помните Пустые Эти самые Вишни Черёжки Помните Пустые Пустые Абрикосы Некому Опылить А они Цвели И тогда Я пришёл К храмольной Мысли А дело Не в том Что Как это так Родное дерево Себя не опыляет Дело Не в генетике Не в том Что ему Запрещено Не может Быть Чтобы В процессе Вы меня Послушайте Это Для будущих Учебников Ребята Не может Быть Чтобы В процессе В процессе Эволюции Дерево Вдруг Сознательно Отказалось Само себя Опылять Но тогда Получается Если оно Само себя Опыляет У неё Получается Близко Родственная Связь Деградация Слабее А если Опылило Соседское То что То тогда Соседское Дерево Принесло Новые гены Возможности Расширились Шансов Выжить В экстремальных Условиях Больше Не у всех Просто Разброс Качеств Больше Вот ведь Что происходит Но тогда Получалось Ещё одно А соседского Дерева Нет Что делать А вот тогда Получается Что я Нашёл Главную Причину Почему Себя Не опыляет Персикам Не относятся Нет Валера Извини За долгий Разговор Персикам Не относятся Они Самые плодные У них Как раз Всё В порядке А остальные А дело В том Что я Придумал Простую Понятную Причину Созревание Пестиками У Тачинки Происходит Разное Время Может быть Пестик С это Самое Пульсу Принять Не может Всё ещё Не созрел До Саити И пульса Пропала А соседнего Деревня Или наоборот Не готова Этот самый Таченко А пестик Уже Перезрел И только Когда Вдруг На всякий случай Природа Всё-таки Это предусмотрела В самом конце Цветения Где-то Зацепило Всё-таки Немножко И смотришь Вместо того Чтобы Обильный урожай Там Десятки Ведер С дерева Пусть Пол ведра Пусть Ведро Пусть 20 штук Чтобы Всё-таки Упали Семя На землю И Проросли Снова Вот Теперь Подхожу Ближе К вам Я не могу По-другому Вот зачем Ты мне вопрос Задал А земляк Называется Сколько Это Само Людей Сейчас У меня Матери В душе За то Что Им Это Не Интересно Из-за Тебя Всё Друг Так Вот Читаем Снова После Всего Что Я Сказал Подскажите Сколько Процентов Передаются Материническое Качество И Возможно Переопыление Дело В том Что Друзья Вот Это Важнючий Момент Песня Хасанская Самая Замостойкая В мире А У вас Южане А У вас Южане И Вот Эти Южане Что Было Водом Раньше Что Ты Мне Написал Минус 27 Южане Пропустили Урожай У них Погибли Все Цветы Мало Того Канадские Ещё Замёрзли По Простому 27 Замёрзли А Мои Хасанские Дали Урожай Ну Пусть Небольшой Но Дали То Есть Пронесло Так Теперь Надо Или Не Надо Чтобы Хасанский Персик Обязательно Опылил Ваши Культуры Тогда Происходит Что Если Он Их Опылил Но Без Как Называется Без Зачатия Некоторое Кассиство Возможно Даже И Мазоцеркость Поднимет На 1-2-3 Градус Вот Это Называется Телегония Ну Меня Сейчас Если Вот Это Я Был В виде Доклада Расширил Заседание Академии Наук Говорит Так же Как Все С вами Я По Другому Не Могу В ответ Такой Хохот Был Они Уже Заранее Знают Что Ксения Понятия Не Существует Телегония Понятия Не Существует Значит Все Херня Красанский Персик Не Поможет Чтобы Родной Южные Персики Подняли Морозостойкость За счет Ксения Или Телегония Ладно Там Я Не Буду Вникать Подробнее Это Блияние Без Зачатия Я Уже Сказал Все Вырвалось Теперь Прямое Опыление Возможно Теоретически Да Процент Ничтожный Давайте Еще раз Глядем Я отвечаю На Ваш Вопрос Глядем Сюда Итак От пестика До тычинки В лучшем Случае Сантиметр А Толь Худшим Или Полсантиметра Короче Речь идет Несколько Миллиметров Так А здесь Они Пылят Пылят А тут Уже Паста Раскрыта Раскрываются Пестики И Соединя Совершена Причем Именно Здесь Генетически Это Если Генетика Виноваты Генетически Сделано Так Что Могут И Если Все Таким Мой Варят Именно У Песиков Песики Тричин Одновременно Тут Никого Противоречия Слуха Нет И Так Правильно И Так Правильно А Этот Там Трех Метрах Какие Шансы Извините Надо Неск Поколению Надо Чтобы Ждать Потом Получить Урожай Уже А если Та косточек Помните Вы про Пасет Спросили На трех Окажется Что Ой У них Какие-то Другие Ой Кажется 97 И 100 Деревья Выросли И такие Какие Были Южные Надо Южным Придать Барзостойкость Значит Зачем Мы Вопрос Задавали Касадский Супер Барзостойк Вот Тогда Получается Что 97 Ничего Не получилось А Три Получилось Ну Теперь Беремся Косточки Врач И Хорошо Опять Опылить Уже Могут Опылить Эти же Самые Южные Слабаки А Пылять Дурной Дел Нехитро Так Остается Что То Чего Я Терпеть Не Наверу У Этих Самых Южных Писали Что Это Южная Именно Не Этот Может Не Будем Улучшать Касадцы Его Можно Делать Крупнее Это Но Мы Должны У этого Южного Роскошного Персика Кастрировать То есть Отрезать Вот эти Вот Половые Органы То есть Тычинки И Брать Кисточку А Ты Готов Лера Это Делать А Мы Вообще Должны Этим Заниматься Но Этим Должна Заниматься Наука И Найти Тот Самый Компромисс Чтобы Хотя Б На Украине Не Замерзали Ну Краснодарском Крае Все Так Они Жили Не 4-5 Лет Как Вот Там Помните Хотя Б Эту Правду Написали 4-5 Лет И Нет Учитывая Что Здесь Несколько Миллиметров А Там До Следующего Самого Рыща 3 метра Успросите Меня Вот Жизни Не Хватит Поколение За Поколением Или Кастрация Птисочка Но Эти Слова Я Произношу С Крайним Призгневости Потому Что По моим Понятиям Лучше У меня Будут Хасанские 30 40 50 Ну Некоторых Получилось 100 Грамм Вот Один Случай Там За 200 Грамм Не Беру Массовая От 50 До 100 Грамм Тисло Сладкие Абсолютно Ароматные Невероятно Вкусные По сравнению С теми Которые С дерева Снимали С Блёным И Везли За 1000 Км Еще Отравили Пока Растили Вот Меня Хасанские Устраивают У тебя Валерий Александрович Жить и сум У тебя Головная Боль У тебя Деревья Не приспособлены К Курчавости Так Вот Это особая Работа И Начинаться Они должны Да Если мне Железов Курчавости Незнакомы Значит Перчик Хасанский Должен быть Одним Из отцов Но Кисточка Кастрация Грустный ответ Самопроизвольно Самоплением Не дождетесь Все Я ответил На этот вопрос Это один из основополагающих Моих ответов Уже Для продвинутых Для таких Как Антон Колесников Вот Который Так Четко Ответил Это уже Не тот Уровень Вот Эти вот Вот Которые Вот здесь Вот это Все Подгородили Вот Срезать Обработать Ту Вот Это уже Наш Вот Это Как Антон Я знаю Еще Будет Меньше Возможно И Больше Я Надеюсь Что Хотя Ну Как Это Сам Миллионы Посмотров Будет Получиться Так Сейчас Зачем Что Сделаем Сейчас Виктор Умудряется Время Не Взять И Написать По Ватсапу А я Ватсап Не Открываю Чтобы Не Увидели Чужих Телефонов Если Тот Ватсап Тоже Самый Посмотрю На У Себя На Телефоне По Теме Или Бывает По Теме Так Что Тут Писало А Ну Знаете Что Интересно Здесь Продолжается Жизнь Зависимо От Меня Мои Друзья Удерились Сделать Судоваться Пожелезу Вот Такой Вот Канал И Они Не Смотрят Мои Вебинар И Своя Жизнь Видите Вот Письма Фотографии Видео Я Доволен Я Их Тоже Вот Смотрите Сегодня Я Сделал Два Фирма Мой Брат Их Доделал Выставил Вот Она Видите Один А Ну Тут Как-то Что-то Мешалось 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 Вот И Пожалуйста Люди Смотрят И Своя Жизнь Занимаются То Есть Им По-моему Мой же Вебинар Хотя Они На моем Канале Но На другом Вот Ладно Ну что Разобрались Мы с этим Я Надеюсь Что Я Дал Полноценный Ответ Это Не тот Уровень Как Там Две Миллион Просмотров Два Три Специалисты Которые Ничего Не Знают Кроме Как Отрезать Нижние Ветки Сделать Чешообразную Форму Вот И Прыскать Прыскать А еще Полить А еще Удобить И Это Умирающее Дерево Еще Самое Главное Один из моих Простулатов Дерево Умирает Оставьте В покое Не Лезьте Этими Ядом Никто Не Понимает Что Вот Если Человек Допустим Заболел Но Это Не Значит Что Его Надо Взять Яд Представьте Себе Что Они Такие Живые Как Мы На них Яд Действует Как На Нас Все Поехали Субтитры 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 Субтитры